Здравствуйте, дорогие друзья! Первая книга, которую мы слушали в рамках марафона Петрова Поста, это книга Иисуса Новина. И в качестве комментария к этой книге и одновременно отвечая на распространенный вопрос о Христе, я хотел бы рассказать вам о том, что известно о внутренней форме и значении имени Иисус. Само созвучие, точнее, тождественность имен Иисуса Новина и Иисуса Христа была предметом внимания многих толкователей Библии в святоотеческой традиции, в том числе, в цикле «Бегство к реальности» о богословии Исаака Сирина на нашем канале есть мой ролик «Ключи вместо копий», где я разбираю сирийский текст, в котором сравнивается Иисус Новин, завоеватель с копьем, и Иисус Христос, который своим ученикам вместо копья для завоевания дал ключи. И там обыгрывается то, что Иисус Христос – обладатель имени того Иисуса Новина. Что же означает это имя? Многие из вас слышали вариант «Ешуа», который передает древнегреческий вариант «Иесус» или «Иисус» в византийском произношении. Многие из вас помнят о персонаже романа «Мастер Маргарита», который носит похожее имя «Иешуа» или часто его произносят как «Иешуа». Пусть здесь специалисты по творчеству Пулгакова дадут ответ, но, безусловно, Михаил Афанасьевич имел в виду древнееврейский вариант имени Христа. «Ешуа» – здесь появляется призвук «А», который в традиции чтения на древнееврейском возникает перед гортанными звуками. Имя «Ешуа» заканчивается на звук «Айн» гортанный. Он передается буквой «Айн», и этот призвук «А» здесь появляется. То есть говорить «Ешуа», скажем, было бы неправильно. А само имя «Ешуа» представляет собой стяженный вариант «Его-шуа». В имени «Его-шуа» вы слышите элемент «Его», который представляет собой вариант священного четырехбуквенного имени Божьего, такой вариант, который используется как составная часть имен. В Ветхом Завете есть несколько примеров, когда один и тот же герой называется и кратким стяженным именем, и полным именем. Скажем, Иисус Новин, «Его-шуа» бин-нун. В книге «Неемии» именуется «Ешуа» бин-нун. То есть ясно, что это один и тот же человек, и в более поздней книге «Неемии» мы имеем его стяженный вариант имени «Ешуа» бин-нун. Далее в книге про Казахария упоминается первосвященник Иисус, сын Иоседеков. «Его-шуа» бин-егоцадак. Рассказывается о том, как его обвинял Сатан, противник, и как Господь запретил противнику, и как были даны чистые одежды Иисусу, и был возложен его первосвященческий кидар. Итак, в книге Захарии он именуется полным именем «Его-шуа» бин-егоцадак, а в книге «Эзры» он именуется «Ешуа» бин-йоцадак. То есть и его собственное имя дается в стянутом варианте «Ешуа», и имя его отца звучит как не «Его-садак», а «Ео-садак». То есть элемент «Его» тот же самый, что и в имени «Его-шуа» стягивается здесь, и в имени его отца. Итак, мы понимаем, что Иисус, Иешуа – это «Его-шуа». Что же означает это имя? Как я уже сказал, элемент «Его» представляет собой вариант имени Божьего, который записывал с буквами «Ют-хэй» вав-хэй. А элемент «Шуа» считается образованием от корня «шин» вав-хэйн со значением «звать о помощи». Есть древнееврейский глагол «шивэ» – «звать о помощи», имя существительное «шава» – «крик о помощи», и также есть его стянутый вариант «шуа», который в точности совпадает со вторым элементом имени его «Шуа». Правда, отдельный вариант «шуа» – «крик о помощи» редок, он засвидетельствован только в книге Иова в Ветхом Завете, а вот слово «шава» встречается очень часто. Один из самых известных примеров фразы в книге «Исход» – «Ваталь шаватам эль-гайлогим мин гавода» – «и поднялся их крик о помощи» – «шава» с мистеменным суффиксом – «к Богу от работы», то есть от их рабского труда. Таким образом, имя «ягушуа» принято этимологизировать как «Господь есть моя помощь», «Господь есть тот, кто отвечает на крик о помощи». Но вы наверняка слышали другую интерпретацию о том, что имя Иисус означает «спаситель» или «спасение» или «Господь есть спасение». И в самом деле уже в Евангелии от Матфея мы читаем слова ангела «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Дело в том, что древнееврейское слово, означающее «спасение» – «йешуа» – очень созвучно имени «йешуа». А полный вариант этого имени – «йешуа», в свою очередь созвучен древнееврейскому глаголу «гошиа» – «спасать». И это созвучие, безусловно, уже на древнем этапе имело значение для понимания имени Иисус, для понимания имен «йешуа» и «йешуа». И в этом смысле нельзя сказать, что одна этимология более правильная, чем иная. То есть, с одной стороны, научный анализ показывает нам корень, который позволяет прочесть имя Иисус с морфологической точностью. Да, у нас есть элемент «йешуа», и у нас есть имя «шуа», и мы понимаем, что это за корень, и какие образования от него есть. Но, с другой стороны, для нас важно, как сами носители традиции этимологизировали это имя. И здесь созвучие со словом «йешуа» – «спасение» и глаголом «гошиа» – «спасать» играло решающую роль. И можно задуматься об обеих этимологиях. Думаю, что здесь красивый и богословский смысл вырисовывается. С одной стороны, идея спасения, и с другой стороны, идея крика о помощи. Не спасение своими силами, а порывом, жажде спасения, жажде помощи, на которую дается ответ. В рамках нашего цикла «Библия, которую вы не знали», мы часто сталкивались с разными вариантами перевода, разными вариантами толкования, и говорили о том, что эти варианты обогащают нашу картину. Полезно знать существующие традиции, существующие варианты, и одновременно не отвергать что-то, а синтезировать все в общую, красивую, многогранную картину библейского мира. Я надеюсь, что и размышления о происхождении имени Иисус откроют вам нечто новое для понимания и книги Иисуса Новина, и в особенности Евангелий и Нового Завета в целом. В одном из последующих роликов я хочу обратиться к слову «Асанна», которая тоже имеет отношение к тому, о чем мы говорили сегодня, к тому же кругу слов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok